Сегодня проведем такой небольшой вебинар. Меня зовут Алия, город Алматы, Казахстан. Это тем, кто меня не знает. Сейчас я нахожусь в данный момент в офисе у нас в Эйвард, Казахстан. Находимся в Нурлетау, бизнес-центр. Сегодня буду... Вообще тема была такая, что проведем сегодня именно ведение бизнеса, ключевые моменты самого бизнеса. Так как у нас бизнес связан с нетворком, то есть сеть, здесь есть основы. И многие люди, когда совершают маленькие ошибки, эти маленькие ошибки делают большие расстояния от их запланированного действия или каких-то мечт. Они не могут достичь своих целей. Тематика, в общем, на сегодня такая. Ну тогда начинаем, да, уже вроде бы как. Даже одна минута прошла. Самое главное, меня слышно и видно. Первое, то, что в бизнесе нужно и основа основ, это именно мечта. Мечта, она правит человека, мечта, она вдохновляет человека. И сама мечта, она мотивирует. И здесь самое важное понимать, какая она. Вы должны конкретно эту мечту ощутить, понять, насколько она вам важна, насколько вы действительно ее хотите. Она должна быть до того большая, огромная. Она должна вас заставить действовать. Иначе просто будет плачевный результат. Можно просто лежать на диване, мечтать, ждать маны небесные, да, там, что что-то получится. Но без действий результатов не будет, да. Самое важное определиться с мечтой. Дальше мы должны ее понять, ощутить, как я уже сказала. Она должна быть, она должна иметь цену. Она должна иметь конкретный срок достижения. То есть это уже мы переходим в план действий. То есть мечта, цель, он обязательно должен быть план. Мечта плюс план, также действие равно результат. Вы должны это обязательно пройти через это. Второе, за мечтой идет, то есть мы понимаем, да, что действие приводит к результату. Второе момент, это момент именно приверженности и обязательств. Когда вы берете на себя обязательства, вы несете в себе именно ту приверженность, вы делаете, вы совершаете действия, вы совершаете поступки, которые вас приведут в обязательном порядке к результату. Разница именно во времени. Насколько вы будете привержены к этому, насколько вы хотите этого. Все зависит здесь уже от вас. От вас лично и больше ни от кого. И в бизнес вы пришли для себя. Вы в бизнес пришли. Каждый из нас, кто находится сейчас именно в нашем замечательном бизнесе, Эворд Нетворк, это действительно шикарная возможность реализовать свои мечты, правильно поставить цель, правильно идти к ней. Именно как дробными такими путями, да, то есть детализировать свои действия и дойти до результата. Вот здесь самое важное. И что нас объединяет многих людей в нашем именно бизнесе, это цель. Наша цель стать финансово свободными, правильно? Как вы считаете? Ну, я думаю, да, да. Со мной многие согласятся, потому что в жизни за все нужно платить, за все, абсолютно за все, за комфорт, за уют, за все абсолютно в жизни имеет цену. И здесь, когда человек говорит, вот буквально недавно у меня была такая ситуация, женщина говорит, да нет, не может быть такого, мечта, моя мечта вообще бесценна. Ну, как она бесценна? В реальности, да, это вас вдохновляет, это очень хорошо, но ваши действия должны, то есть заставить вас, мечта имеет свойство заставлять вставать и принуждать к действию. И тогда, то есть мы понимаем, что мечта имеет цену. И что мы готовы заплатить за это? Применяя наш бизнес-план, именно нашей компании Эворд Нетворк, поверьте, у вас это получится в кратчайшие сроки. Ну, конечно, мы уже сначала определимся по цене, какая цена за вашу мечту. И применяя наш бизнес-план, бизнес-план именно Эворд Нетворк, у вас есть действительно возможность реализовать вашу мечту. И это сделать комфортно, уютно и вместе с командой, потому что весь Нетворк, весь, вообще вы создаете, вы создаете свое будущее сегодня в реальности, вы создаете свое завтра. И на сегодняшний день зависит от того, как вы будете создавать свое завтра, от вашей приверженности и от обязательства. Вы взяли ответственность, будьте добры, будьте честны перед собой. Хотите вы этого или нет? Пусть другие скажут, да, это не важно, это не для меня и так далее. Советчиков очень много, не стоит. Ведь когда у вас болит зуб, вы идете к стоматологу, вы же не идете к слесарю и не просите совета. Что же мне сделать с этим зубом? Слесарь вам скажет, да давай вырвем. Вы идете к стоматологу. Так что относитесь серьезно к вашему выбору. А выбор вы сделали правильный. Следующее, это именно список имен. Самая важная, следующая основа, это список имен. И в этот список должен быть включен каждый. Именно каждый человек. С кем вы общались, ходили в садик в одну группу, с кем вы учились, с кем-то вы познакомились. У вас на сегодняшний день, вообще по статистике, есть определенная статистика, да, выявление знакомств. То есть к 30-35 годам у человека, ну, я скажу, 2000 есть знакомых. Многие скажут, невозможно это или у меня нет таких. Но 500 контактов у вас точно должно быть. Если у вас нет 500 контактов, значит вы должны их приобрести. И на сегодня это очень много, это есть возможности. То есть интернет, пространство, оно в изобилии, различные соцсети и тому подобное. Заводите знакомство, заводите общение с людьми и начинайте строить свою команду. Именно вы, именно от вас все зависит, потому что приняли решение вы для себя. Дальше, да, о чем я хотела бы поговорить? Я хотела бы также поговорить об успехе. Потому что некоторые люди, они думают, а, ладно, я там приобрел для себя кейс, я там пригласил одного-двоих людей и все. И вот успеха я там не добился, да. Это самое такое нехорошее, как бы сказать, это опыт, но опыт, хороший опыт, понимаете, это уверенный опыт. Вы приглашали людей, зная, вы должны поменять позицию, вы не должны бегать за человеком. Вы должны с позиции, вы нужны ему, потому что благодаря вам он может реализовать свою мечту. Здесь идет система рычага, то есть кто понимает эту систему, он меня поймет. Помоги мне, чтобы помочь себе. Таким образом мы соединяем все наши цели и все наши планы, ну, то есть идем к своей поставленной цели. Опять-таки это финансовая свобода, да. Здесь разница только лишь в амбициях. У меня амбиции свои, у вас там другие, и все зависит только от вас. И успех это вообще, по сути, да, вот мне нравится выражение, успеть сделать, пока ты горячий, пока мотивация твоя, пока ты, вот, пока ты горишь желанием, пока ты готов делать. Потому что оно имеет свойство угасать, понимаете. Вот. И успех это, именно успеть в этот момент начать действовать. Самое важное действие. Успех он живой. Когда вы начинаете действовать, что он делает? Он вас подхватывает. Это очень важно. Когда человек начинает в дальнейшем, ну, раз не получилось, два не получилось. Чем больше у вас отказов, тем мощнее становитесь вы. Вот. И вы должны, вы должны научиться до того, из этого минуса сделать плюс, потому что, ну, вы же это можете. Если все, все вообще вот здесь, в вашей голове. Опустошите свой стакан. То есть, да, я люблю это выражение. Мы набрали, допустим, к примеру, ваши образы, ваши мысли. И когда-то о нетворкинге, да, о сетевом бизнесе, он дал вам предыдущий бизнес, дал вам горький опыт, либо еще что-то. Но это было вчера. Не живите во вчерашнем дне. Вы здесь и сейчас. Вы все это, вот представьте такое, вы наполнили свой стакан. И что надо сделать? Надо взять его, перевернуть и вылить. Все. И поглощать новую информацию. И Эворд, это действительно та компания, с которой вы можете это сделать. И нетворкер, это профессия. Не относитесь это как к хобби. Вы когда открываете, допустим, к примеру, возьмем такой элементарно жизненный пример. Вот вы открыли собственный ресторан. Вы открыли собственный ресторан, и вы вот, допустим, вы открыли ресторан, и вы же будете, это не как хобби, это же ваш бизнес. Вы же будете привержены к этому. Вы же будете рассказывать о нем. Вы наймете себе отличных поваров. Вы хотите, вы хотите создавать свою команду, потому что сила в команде. И вы должны это понимать. Вы же не будете, то есть, а, сегодня нету клиентов, вы же не закройте лавочку, да, и вы не закройте же дверь. И я уверена на 100%, если вы захотите в 12 ночи закрыть дверь, да, и вы увидите, придет человек, вы откроете ее. И будьте, то есть, я хочу сказать, будьте постоянны в этом бизнесе. Любите, это ваш бизнес. Это ваш именно бизнес. Вы не применяйте другой, чужой опыт, либо чужие советы. Не применяйте в этом бизнесе, потому что именно этот бизнес, он вас раскроет в другом свете. Он вам покажет другой сетевой маркетинг. Он покажет другую сеть, как строить правильно. Люди сами портят. Нету плохого бизнеса, есть плохие бизнесмены, понимаете? Идея, сама концепция Эворта и сама идея Эворта, это дать. И дать вам в изобилии. Если вы готовы взять, вы берете. Если вы не готовы взять, вы все думаете, стоит или не стоит. Тогда лучше не начинайте вообще. Я, допустим, так говорю, пусть я слишком сама уверена, да, может быть, вы так скажете, но это чисто ваше мнение. Я говорю так, если ты взялся за мяч, забивай гол. Конкретно мы можем проставить, мы можем четко расставить наши мелкие шаги, пусть медленно, но верно идти к своей цели. Потому что мечта – это бинокль. Бинокль. Действие – это здесь и сейчас. Это и есть счастье. Мы создаем его сами. Мы в реальности сегодня. И мы знаем, что завтра будет, благодаря тому, что мы хотим это сделать. Понимаете? Еще есть такое очень важное. Негатива очень много. Вы все знаете, что негатив, он имеет свойство порождать, такое, знаете, заражать. Порождать, он поедает этот позитив. Не позволяйте. У вас здесь негатив, вот здесь. Просто этот чип выкиньте и все. Поблагодарите. Поблагодарите, что вы услышали, но не принимайте. Потому что будет жить тяжело так. В негативе жить очень. Всегда улыбайтесь, будьте на позитиве. Все зависит от вас. Вера. Самое важное – это также вера. В одной руке вера, в другой руке успех. Все. И вы можете все, поверьте в себя, потому что только вы можете пробудить своего гиганта. Ведь он там, он глубоко, он спит, надо его раскрывать. В каждом есть потенциал, и в каждом заложен лидер. В каждом. Только возможность его показать и выйти наружу. Не каждый осмелится. Опять-таки, почему? Потому что эти социальные рамки, потому что что же обо мне подумает другой. Я, наверное, как-то не так выгляжу, или как-то я не так говорю. Да какая вам разница? Этот другой проживет свою жизнь. Но никак не вашу, понимаете? И вас не должно касаться чужое мнение. Только ваше. Только вы важны. Здесь и сейчас. Следующая вот важность, мы уже поговорили об этом. Список. Список имен. Вы должны в день. Ну, хорошо, пусть будет не 10% увеличения в день вашего списка знакомых, да? Ну, пусть хотя бы на 2-3%, в зависимости от того, сколько у вас количества в этом списке людей. Почему я говорю, что не надо завышать планку? Ваш мозг не примет этого, понимаете? То есть, когда человеку, даже есть такое в практике, допустим, человеку говорят, ты хочешь там полмиллиона за год? Он говорит, да вы что, это нереально, потому что тяжело его мозгу будет это принять. Он когда-то жил в другой жизни, теперь у него есть реальность, которую он может изменить, и есть конкретный план действий, поэтому лучше постепенно. То есть, я очень люблю сравнение с садовниками. Садовник как делает? Он сначала рыхлит землю, он убирает сорняки, а потом он сеет семя, да? И собирает урожай через определенное время. Поэтому самое важное, не сдавайтесь. Будьте, будьте привержены. Дайте обязательства, дайте обещание себе, любимому, что вы это сделаете. И задайте себе вопрос, если не вы, то кто? Если не Эворд, то что? И если не сейчас, то когда? И запомните, время, время это самое драгоценное, самое что есть, дорогое. Самая дорогая в жизни валюта, это время. Поэтому время вы не можете, даже сейчас, одну секунду назад, невозможно вернуть. Поэтому стройте, создавайте свое будущее сами. И вернемся к списку имен. Туда должны быть включены абсолютно все. Начиная с детского сада, заканчивая на сегодняшний день. И постоянно, каждый день добавляйте туда новых знакомых. Общайтесь с людьми, дарите людям позитив. Это очень важно. Также, следующее, что я хочу сказать по поводу лист имен, это понятно, контакты. Вы не можете, кстати, вот здесь очень важный момент, именно по бизнесу. Вы не можете, к примеру, я с вами знакома лет 15. И мы с вами не общались эти 15 лет. И вот у вас сумасшедший, у вас такой головокружительный бизнес, все вам так, все нравится. Эворд, все, вы спать не можете, вы ночами не спите. И что же делать? Вы начинаете смотреть ваши, поднимаете контакт в вашем списке я. Вы звоните мне и говорите, а ли я, в общем, я тебя приглашаю в бизнес. Я вам что говорю? Как вы думаете? Какая моя реакция? Я говорю, слушай, дорогой или дорогая, до свидания, не звони мне. Почему? Это самая большая ошибка. Потому что вы не наладили контакт. Вы не общались с человеком год, два, пять лет, десять лет, а то и пятнадцать, и вы тут же ему звоните, и как снег на голову среди лета вы ему предлагаете бизнес, но вы не спрашиваете, как у него дела. Это самая большая ошибка. Нельзя так начинать бизнес. Нужно наладить контакт, айсбрейк, расколка льда, раскрыть человека, потребности. Вы нетворкер, это профессия, как я уже сказала ранее, да? И что происходит? Вы должны позвонить, спросить, как дела, напомнить, что вы есть, и что вы вспомнили именно о нем или о ней, и что хотели бы встретиться как-нибудь. Вы даете, закидываете интрижку. Здесь человек отзывчив, он говорит, да, конечно, о, супер, давай встретимся. Все, что происходит дальше? Слушай, вы встречаетесь за чашечкой кофе, либо чая, вы беседуете, вы не видели человека столько времени. Просто полюбите его, просто раскройте его, расположите его, узнайте его потребности. Все. И не предлагайте ему бизнес сразу. Встретите с ним один раз, второй раз, третий раз, и подберите нужный момент, именно важный момент. В последние пять минут киньте ему интригу. Все. В последние пять минут приглашайте. Не изначально. И сделайте так, чтобы он не задавал вопросы вам сейчас. И вы это сможете. Потому что, если он вас закидает вопросами, вы можете просто растеряться. У вас не тот был план, как бы так сказать, да? Следующее. Назначайте встречу. И назначайте встречу уверенно. Вы не говорите, что, а, слушай, когда там встретиться с тобой, возможно будет. А давай, вот я тебе, тебе во сколько будет удобно. Нет, у вас конкретно есть время и конкретно есть дата, день. То есть вторник в четыре, либо пятница в одиннадцать утра или в двенадцать дня там, да? Все. Вы ему даете выбор без выбора. Сначала вы также можете здесь посмотреть. То есть это все зависит также от того, какой ваш контакт, какой человек имеет. Горячий контакт он ваш, теплый контакт, либо холодный, да? Люди идут на личность, потому что вы, вы личность, человек идет на человека. Бизнес, да, есть хорошая идея, есть бизнес, действительно хороший бизнес-план. И действительно вы сможете достичь именно хороших результатов. Но в поле, один в поле не войн, да, как говорится. Поэтому здесь правильно надо делать именно эти шаги. Далее. Когда вы даете, вы дали информацию, и здесь, знаете, прям хочу подчеркнуть, когда идет презентация. Вот вообще это, никакой этики во время презентации. Люди запускают такие ошибки. Во-первых, выключайте телефон, делайте почитание презентатору. Презентатор – это человек, который дает информацию вашему человеку. И вы должны его продать. И вы продаете себя и продаете презентатора, потому что все зависит от него. Это очень важный момент. Вы не можете сказать, а, вот представьте, такая ситуация, вы, да, там, он просто знает информацию, а я не знаю. Все, у человека складывается не то уже мнение о человеке, да. И что происходит? Вы приглашаете, допустим, новенького, гостя вашего, да, знакомого. И вы сидите и неуважительно относитесь. Это на психологическом уровне. Вы давите, вы личность, вы заглушаете личность. Нету приверженности здесь, понимаете? Нету, то есть вы рушите все, к чему вы шли изначально. Поэтому здесь очень важно продать правильно презентатора, преподнести его, дать почитание на него. И сидеть, кивая головой, то есть вы соглашаетесь со всем, что говорит презентатор. И не поправляйте ни в коем случае презентатора. Почему? Потому что ваш человек, он не знает информацию. Все, что он получит, из всех 100%, он получит всего 10%. Он поймет только 10%. И он не знает, прав был презентатор, либо не прав он был. Тем не менее, вы не надо его, не поправляйте его, не делайте замечания при новеньком человеке. Вы отойдите, отведите, да, все. А презентатор, в свою очередь, все. Информация должна быть четкая, конкретно, без воды. От 15, вот сама лично за 13 минут делала презентацию. А, какой там, даже за 10, по-моему, самая короткая у меня презентация была. Человек пришел, сказал, 5 минут. В общем, за 10 минут уложилась, все хорошо, партнер, да. То есть здесь зависит от подачи, от вашей подачи. И дальше, да, презентатор, он должен обязательно похвалить и сказать, О, вам так повезло, допустим, да, вот сегодня пришел Аскар. Я говорю, о, Аскар, вам так повезло. Вы знаете, какая Коломкаса, она, это такой лидер, она до того привержена. Вам очень повезло, что вы именно у Коломкаса в структуре. Коломкаса – это лидер с большой буквы. Вот, вот кто презент, то есть вы здесь друг друга продаете. Все. Следующий этап сопровождения обязательно пригласите на вторую встречу. Либо вы должны выводить собственную статистику, да. Статистика у всех разная, то есть один к одному, у кого-то там двое десяти, да, собственно, разная статистика у всех. Все мы люди разные, статистика у всех разная. И что происходит дальше? После информации, вы дали информацию, вы обязательно должны сопроводить. Вы, я извиняюсь, просто приболело чуть-чуть. Вы даете, именно человек, который пригласил новенького, он должен в обязательном порядке пригласить его максимально до 48 часов. Максимально. И вы должны, когда он будет уходить, вы должны обязательно подчеркнуть три момента. Ни с кем не советуйте, советчиков очень много. Не рассказывайте об этой, о нашей информации, потому что вы не сможете донести элементарно то, что вы сейчас услышали. И если вы хотите с кем-либо посоветоваться, просто приведите и давайте мы с этим человеком поговорим, а потом уже можете попросить совета, если этот человек для вас очень важен. И не делайте, пожалуйста, ошибок. То есть некоторые люди, а, выходят, все, они так загорелись, все, они тут же, они горят, у них эмоции, все, идея шикарная, все им нравится, они уже готовы купить кейс. Что они делают? Они выходят, звонят и не знают, как следить, даже буквально двух слов. Они звонят этому человеку и говорят, все, 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 приебим. Короче, я не знаю, что там, в общем, надо что-то купить, как-то и все. И здесь такой негатив, нет, да, ему, ты что, ты куда пошел, совет. И такой холодный душ, контраст. Ну, это нормально, это нормальное явление. Все равно пригласите этого человека, потому что только вы можете повернуть его к себе, повернуть его к себе. И вы должны знать, у человека будут вопросы. Когда у человека нет вопросов, мне не особо это, конечно, нравится, и я всегда люблю задавать вопрос. У вас есть вопросы? Когда мне говорят, нет вопросов, я говорю, тогда у меня есть к вам вопрос. Когда начинаем? И не бойтесь этого вопроса. Когда начинаем? Все. Вы позвали для чего? Вам нужен результат. Вы знаете, что вы можете получить этот результат. Все. Не стесняйтесь. Следующий такой еще тоже момент. Вы должны понимать, различать вопросы. Есть три вида вопросов. Такие, знаете, как бы, как это сказать? Возражение, да, возражение, потом, лишь бы докопаться там, он вроде бы и не нет не может сказать, гордыня мешает, да. Вот ему все нравится. Но гордыня, ну бывает такое, гордыня мешает, так сильно мешает. И вы должны его расположить, вы должны сделать так, чтобы вот этот негатив убрать. Вы же мастер этого, у вас это все получится. А дальше что происходит? И можно отвечать вопросом на вопрос. Вот. Поэтому здесь, так, вот эти моменты, это самые важные, в принципе, моменты в бизнесе, да. И еще, кстати, вот это тоже очень важный момент. Негатив, негатив только вверх, выше стоящему. То есть, если вы моя первая линия, вы можете мне слить этот негатив, но никоим образом вниз. Вы тушите своих людей, вы свою структуру, вы просто негативом забиваете. Не стоит этого делать. Не совершайте эти ошибки, потому что на самом деле маленькие ошибки действительно делают большие расстояния. На сегодня очень много людей, которые, они неправильно начали вести этот бизнес, они попортили отношения, но все зависит от них самих. Это опыт, нужно набираться этого опыта, потому что опыт даром не дается, да. Он доходчиво так доносит. Это такая вещь вообще, очень, кстати, нужная. И дальше, да, о чем бы еще можно было бы поговорить? Вера. Вера. Самая важная вера. Бизнес в... Вера в бизнес. Вера, она... Она здесь. Или она есть, или ее нет. И вы не можете жить фальшью. Понимаете? Это чувствуется. И всегда на позитиве. Никогда негатив... Вы... Когда из всего плохого... Я очень люблю это выражение. Из всего плохого вы должны видеть только хорошее, и вы должны отточить это плохое до такого блеска, что это прекрасно, понимаете? Вот. Если вы будете так жить, у вас все получится, все будет легко. Это слово. ЗАБАСА ИНТРА ЭПАСА ИНТРА